Приветствую всех поклонников авиации с Firefall Fire. Внезапно для всех улитка решил выпустить обновление. Я ожидал, что патч появится не раньше следующей недели, но у разработчиков, видимо, другие планы. Что ж, придется теперь рассматривать кучу новых истребителей четвертого поколения. И заранее прошу меня извинить за мой простывший голос, все же я еще не выздоровел. Начнем в этот раз с Швеции. Им завезли долгожданный Криппин. Кстати, версию С получила еще в Великобритании, из-за того, что этот самолет поставлялся в ЮАР. Кроме как небольшой разницы по крупнокалиберному ЛТЦ, отличия я больше не нашел. Вооружение у нас одинаковое, релосис по и силовая установка абсолютно такие же. Как я уже неоднократно говорил в видео про шведскую штурмовку, шведам не хватало ударного истребителя, который мог одновременно как штурмить танки, так и воевать с истребителями. При этом не страдает выбора подвесов. То, что если вы вспомните ситуацию со штурмовой версией Вигена, то там можно было взять 4 Маврика. Но без всего. То есть у вас самолет остался безоружен против других истребителей, а в совместных их вылетает достаточно. Как компромисс можно было взять вместо одного Маврика и заменить на пушку. И вместо другого Маврика контейнер с контромерами. Но цена подвесов от этого не менялась. А вот эффективность знатно так проседала. Как раз таки Гриппин пришел исправить эту ситуацию. Он будет хорошим ударным истребителем для совместных боев. Именно то, чего так долго ждали игроки. Но выбор ГБУ-12, 16 и 24. Максимум можно подвесить до 4 бомб. Сравнивая с другими натовскими самолетами, это не то, что много. Но это всяко лучше, чем 4 Маврика. Самое важное, у нас нет ограничений на сброс бомб. Не нужно теперь лететь на сверхзвуке и пытаться тормозиться, чтобы скинуть бомбу. Прицельный контейнер у нас такой же, как у ИП-16. Вот только я не понимаю, почему так различается разрешение тепловизора. Такое впечатление, что шведам поставили какой-то дешевый теплак. Хватает лишь, чтобы просто просканировать местность и отметить вражеский танк. Зато порадовали ЛТХ самолет. Вместе с бомбами мы отлично управляемся и можем увернуться от ракет. Дополнительно, можно задействовать нашу 27-митровую пушку АКАН. Это пушка с торнадо. Но на торнадо курсовое вооружение было сложно применить, из-за специфики самолета. А вот на Гриппене очень легко эту пушку реализовать. Причем применяла курсовое вооружение не только против различных ЗРК и БМП, но и против танков. Главное следить за респауном, чтобы на отходе не словить ракет. По штурмовке Гриппен, безусловно, заслужил свое место в топовом сетапе. А вот что насчет авиационных режимов. Полетав вдоволь в противостоянии, я могу сказать, что самолет неплох. Гриппен обладает большой, просторной и открытой кабиной, которая позволяет отслеживать все контакты. Единственное, хуже видно заднюю полусферу, но не стоит забывать про СПО. Теперь она способна не только показать направление идти от самолета, но и мощность облучения, что напрямую влияет на расстояние от нас до объекта. Чем ближе самолет к центру круга, тем ближе он к нам находится. Точно данных по-прежнему нет, но это уже что-то. Помогает сориентироваться. Радар имеет режим СНП, который также уведомляет нас о врагах, не триггерая их из ПУ. Говоря про подвесное вооружение, то оно сейчас, можно сказать, стандартное для большинства натовских истребителей. Это ракеты АМ-9М. Благодаря малому дымному следу отследить пуск такой ракеты крайне сложно, особенно в СПО. Все можно подцепить под колом до шести ракет. Более того, вместе с аимками еще есть возможность установки блока ЛТЦ, что в сумме дает 640 штук. А такого количества контурмир на весь бой хватит с запасом. На Гребине, на удивление, не слишком прожорливый двигатель. Для противостояния я обычно стараюсь брать больше топлива, но в этот раз мне хватило подвесного бака и 20 минут. Вот только в горизонте стоит соблюдать осторожность. Максимальная скорость по флаттеру доходит до 1470 км в час. Это меньше, чем у других топов, однако до квайти вы этого не заметите. По управлению Гриппин послушен. Чувствуется, как после 900 км в час у нас затяжеляются руль управления, но так в целом крутимся мы отлично. В боях мне попадались в основном 29-е Миги, я без особых проблем их перекручивал. Но на самом деле в дуэлях сейчас мало кто хочет участвовать, так как обычно рядом полно других истребителей, которые только и ждут возможности для пуска ракеты. Поэтому многие старались держать просто дистанцию и скорость. В авиационных РБ я брал вместо 1 АИМКИ, РБ-71 Дагфайт, он же Скайфлэш. Не самая лучшая ракета, особенно в топ-тире, но порой ситуация требовала кинуть именно радарную ракету. Также в АВИРБ я старался брать минимум топлива, чтобы по максимуму облегчить самолет. Как я уже говорил, расход у нас небольшой, в самом деле применять малый форсаж. Как по мне, стали еще опаснее ка ракеты в лобовых. Если раньше они буквально на пару АТЦ отлетали, то сейчас ракета может их проигнорить. Теперь желательно еще менять траекторию полета, хотя бы минимально. СБ я еще задействовал самолет и в танковых СБ. Благодаря отсутствию ограничения скорости на сброс бомб, можно разогнаться в горизонте, быстро найти ЗРК, зафиксировать его в прицеле и сбросить бомбу с габрированием. Хожая тактика у меня была на 2000-м мираже. Если скинуть бомбы сразу после пуска ЗРК, или и вовсе сделать все заранее, то зенитка обычно не успевает отразить одновременно атаку и сбить ваш самолет. Лучше, конечно, в таких случаях действовать в паре, потому что обычно зениток бывает больше, чем одна. В заключение, я могу сказать, что Гриппин достойный кандидат на роли универсального истребителя для Швеции. У него есть подвесы как против наземки, так и против авиации. Но в будущем появятся те самые долгожданные амрамы. Пишите, что вы думаете насчет этого самолета, заглядывайте в описание. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok